Мы продолжаем путешествовать с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях Антон Анатольевич Горин. Помимо экспедиций, связанных с наукой, я знаю, у вас есть опыт собственных путешествий. Расскажите о джамп-туризме. Что это такое? А, ну, это, честно говоря, наше изобретение группы ребят-студентов в конце 90-го, начало нулевых годов. Дело вот в чем. Студенты-деньги – это предметы, совместимые редко и ненадолго. Я думаю, не открою этого секрет. Поэтому как-то ветер в карманах – привычные ощущения. А поездить-то хочется. Плюс, когда ты студент, у тебя скидки на билеты. Мы придумали для себя такой способ путешествовать, экономя бюджет. Мы его тогда назвали джамп-туризм. От английского джамп-прыжок. Принцип этого туризма был в следующем. Не тратить деньги на ночлег. Формировать путешествие так, чтобы ты проводил ночь в дороге. Принцип был достаточно простой. Изначально мы составляли маршрут из нескольких одного, двух, трех, ну, до пяти у нас было населенных пунктов проезд, между которыми мы планировали на темное время суток по максимуму. Значит, сейчас, к сожалению, некоторые вещи изменились. Но вот у нас было в свое время очень удобно. Ты в пятницу садишься в поезд здесь, в Казани. Утром, в половину седьмого утра, ты высаживаешься в Нижнем Новгороде. День у тебя есть. Собственно, ты в районе десяти вечера садишься в субботу в поезд. В шесть утра в воскресенье ты выходишь здесь, ты уже побывал в Нижнем Новгороде по путешествиям, у тебя еще целое воскресенье прийти в себя перед учебной неделей. То есть, это было очень удобно. Потом мы уже развернули поездки с плечом свыше, соответственно, полутора тысяч километров. И это, в общем-то, получалось. Значит, плюсы такого туризма в следующем. Во-первых, ты не платишь за гостиницу. Оплата гостиницы на сегодняшний момент, она влетает в изрядный шиллинг. Во-вторых, это самоорганизация. Когда у тебя есть конкретный день, ты изначально намечаешь точки, где ты хочешь побывать, планируешь маршрут, и ты выходишь на перрон с картой. Следующий момент, следующий, конечно, плюс, это то, что ты не тратишь лишние деньги. Когда ты приезжаешь, и ты на расслабоне, туда тебя понесло, сюда понесло. Ой, мы сегодня не дошли до туда. А, ну ладно, завтра дойдем. А тут завтра, пардон, где я, где завтра? Поэтому все четко выверено, все четко сделано. Главное, соблазнов поменьше. С третьей стороны, если ты поехал, допустим, на спектакль на какой-то, на какую-то тусовку, на какой-то концерт, ты туда попадешь. То есть, потому что, опять же, у тебя все поминутно, что называется, просчитано. Есть минусы у такого туризма. Во-первых, идеальный вариант путешествовать все-таки в поезде. Потому что спать надо лежа. Ибо вторая спина у нас в комплекте как-то не значится. А во-вторых, это, конечно, вопрос питания. Потому что фастфуд – это большое искушение. А второго желудка нам, опять же, по комплектации не положено. Поэтому нужно этому уделять, соответственно, определенное время, определенное усилие. Ну и третий момент – это, конечно, все мое несу с собой. Слишком много с собой не возьмешь. Нужно, конечно, учитывать этот момент. Вот, с другой стороны, познаешь в таком режиме, что не бывает неинтересных населенных пунктов. Простейший пример, заносило как-то. Станица Пугачевская. 700 человек населения. А пойдешь ты, а родина Степана Разина, Емельяна Пугачева, пары академиков и одного из советских генералов. Вы, в общем, как-то хорошо время провели. Хотя, честно скажу, потусоваться сходить, конечно, там некуда. Но мы туда не за этим и ехали. Если потусоваться, это будет другой маршрут. Поэтому вот этот вот прыжок, прыжковый туризм, джамп, он был удобен. Опять же, каждый человек выбирал для себя. Кому-то хотелось потусаться, потусить в каких-то местах. Кому-то хотелось послушать музы, проехаться там, собственно, с музыкантами пообщаться. Кому-то хотелось музеи, кому-то хотелось, скажем так, достопримечательности. Каждый выбирает по себе. В целом я путешествую точно так же. Рюкзак, карта, ночь с дороги. Если гитара с собой, то еще лучше. Вот, но только до сегодняшнего дня я не знал, как это называется. Оказывается, джамп, туризм. Собственно, ну, можно называть прыжковый. В конце концов, по-моему, нынче время учить русский язык, а не английский. Композиция по этому случаю. То ли рядом с шофером, то ли в тесном купе Я мотаюсь по жизни во великой стране Позади километры оборванных струн Впереди миражи неопознанных лун Еду, 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 еду я Реки, степи, горы и поля Видел я вчера в твоих глазах Шаровоздушный глобус в небесах Посиделки с друзьями Мимолетный роман Не выбрасывай, мама Мой чемодан Посижу я немного И снова пойду Видно, что-то ищу И никак не найду Еду, 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 еду я Реки, степи, горы и поля Шар воздушный мне укажет путь Я приду к тебе когда-нибудь Антон Анатольевич, какие самые запоминающиеся места и события Были в ваших путешествиях, к которым вам хочется вернуться и повторить момент? Скажем так, боюсь, что Мефистофелю не удалось бы меня поймать на его сакраментальном остановись мгновение Это прекрасно по одной причине, очень много мест, куда хотелось бы, конечно, вернуться Если речь идет о зиме, здесь, конечно, может быть странно это прозвучит Это Сибирь, Хантаманскийский автономный округ Та же самая Якутия, мороз, северное сияние, пуст снега, сухой вот этот вот запах Весной, конечно же, что-то вроде Плато Путорана У нас был в свое время шикарный фильм под названием «Территория» Фильм хороший именно тем, что он сделан без спецэффектов И вот та природа, которая там показана, она действительно такая, какая есть Это то самое Плато Путорана, северо-росток Сибири Лучше всего, конечно, когда тундра светет, это потрясающее зрелище Если раннее лето, то, наверное, это Старая Ладога Очень интересное место, одна из первых столиц русского государства, ныне известных Обезгороженная Петром Первым Монастыри, покой, совершенно потрясающий Старый Кремль, остатки древних валов Дальше, если оттуда вернуться, в Санкт-Петербург Санкт-Петербург, это вообще, скажем так, отдельная песня с припевом О нем можно рассказывать очень долго Лето Здесь, конечно же, это Крым Это Бахчисарай с его, именно старым городом, ханским дворцом, Чухуткале, пещерными городами Пройтись от него до Качикальона с бисерным храмом Собственно, спуститься потом обратно вниз, мимо Караимского некрополя Пройтись по Старой улице Разумеется, это, конечно же, и море Осенью, это, конечно, Байкал А именно, конец сентября, начало октября, золотая осень Еще когда не пришли шторма Вода уже холодная, абсолютно прозрачная Когда берешь лодку и идешь по Малому морю Ощущение такое в какой-то момент, что ты находишься в каком-то нереальном мире Наверху и внизу огромная прозрачная пустота Прекрасные эти места есть везде Допустим, многие города Свердловской области Начинаются от Каменско-Уральского с его потрясающими видами Собственно, у городского пруда эти скалистые берега Собственно, сам Екатеринбург Такие города, как Полевской, Сесердь, Уральская, Галконда В общем и целом, если говорить о каких-то конкретных местах Простите, я, наверное, такого одного, даже двух не назову У нас слишком много, скажем так, мест, куда хочется вернуться И это я только про нашу страну Чему вас научил такой опыт путешествий? Может быть, выработал у вас определенные качества, дисциплину, способность четко планировать? Понимаете, путешествия сами по себе Научить чему-то человека, может быть, или его дисциплинировать могут Но не в моем случае В моем случае это скорее другое Понимаете, я не понимаю людей, которые устают жить Я не понимаю людей, которые говорят, что им нечем заняться Я не понимаю людей, которые говорят, что все скучно, серо, что они нигде не пригодятся и так далее Путешествия, прежде всего, делают человека частью Вселенной Ведь вплоть до начала 20 века 90% людей всю свою жизнь проживали Вот задумайтесь, они проживали в радиусе 60-70 километров от места рождения 90% Собственно, да, кто-то ходил в паломничество, кто-то ходил в хадж Кто-то уходил на войну, они видели больше, чем их односельчане или соседи Но даже дворяне зачастую курсировали между своим имением и Санкт-Петербургом или Москвой Собственно, по ограниченному месту Почему это плохо? Потому что люди видели только свой уклад жизни И считали его единственно верным Когда у человека вот такие чувства, приезжая в другое место, он начинает вести себя неадекватно для других людей Ну, мы это неоднократно видим на улицах наших городов, к сожалению, в последнее время Так вот, постоянные путешествия Они приучают людей понимать, что может быть и по-другому Когда большое количество людей понимает, что может быть и по-другому Они начинают, соответственно, осмысленно относиться к своему, своим традициям Подчеркну, именно осмысленно относиться, а не пытаться их переделать, сломать и так далее Если человек уехал куда-то, что-то там увидел, приехал, начал ломать свой дом Это не человек, это, простите меня, обезьяна, которая до ореха дорвалась А вот, собственно, человек, который посмотрел, приехал, начал задавать вопрос А почему у них так, а у нас вот именно по-другому Получает на это ответ осмысленный Соответственно, это человек, который будет хранить свои традиции С одной стороны, уважать чужие К сожалению, на сегодняшний день вот этот смысл путешествий Заложенные, кстати, достаточно давно Почитайте того же самого Фнаси Никите нахожение за Тремори Или того же самого Патрика Данатрокла Путешествие в Китай, я уж молчу о воспоминаниях Марка Пола Оно ушло Сейчас путешествия рассматриваются либо как некое развлечение Когда люди не уходят дальше дорожки туристической Либо как, ну скажем так, показатель своего статуса Ну а смысл? Путешествие это, скажем так, рост человека А если оно этого не дает, тогда и смысла в нем большого нет Есть ли в ближайшем окружении Казани места, которые стоит действительно посетить Не такие туристические, которые всем известны Может быть, что-то необычное Море Понимаете, в чем основная проблема? Вы когда-нибудь задумывались, что 12% жителей Казани никогда не выезжали за пределы города? К сожалению А в Москве такой процент еще выше Для многих людей то, что у нас есть, допустим, храм всех религий Это уже, скажем так, жирный знак вопроса Очень многие слышали про Семиозерку, но не знают, что такое Семиозер Многие удивляются, что, оказывается, есть у райского монастыря еще и Дендрарис Места на самом деле очень много Начиная от старых храмов в окрестных деревнях Тут недалеко от Казани есть церковь, где венчался Александр Федорович Керенский Большинство народу едут за тысячи километров, не зная, что у них под Воком есть интересные локации Вы, допустим, бывали на пляже в том же самом Лаишево? Бывал Бывали, а процентов 60 народу даже не знают, что там отгрохали курорт Усадьба Шереметьево бывали? Ладно Чего далеко ходить? У нас в Казани есть могила астронома Кругосветного путешествия Белинсгаузена и Лазарева Где она находится? Расскажите Чтобы наши телезрители тоже знали Собственно говоря, это Киетический монастырь, тамошний некрополь То есть, в принципе, опять же, не надо поднять вопрос, что именно нужно телезрителю, что интересно Потому что у нас и аномальные зоны здесь свои есть, недалеко Собственно, и в Казани, и в округе У нас здесь есть старинные нетуристические монастыри На места исторических событий Да ладно, элементарный пример У нас можно пройтись по историческому центру Казани Просто через здание, собственно говоря, загибать пальцы Здесь происходило это, здесь происходило то Здесь, собственно, жил тот-то, 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 тот-то Тоже пример Многие студенты, идущие в университет Видят на ресторан, там, черновар Для них открытие, что это дом поэта Перцева В котором бывал, собственно, Александр Сергеевич Пушкин Причем неоднократно Почему? Потому что мемориальная табличка находится внутри летней веранды Ее уже не видать Вы сказали, что любое путешествие – это рост Что бы вы могли посоветовать начинающим путешественникам, студентам? Основная часть людей, кто начинает, они начинают думать Собственно, вдруг не получится, а как, и так далее, и так далее, и так далее Значит, поэтому начинающим я могу посоветовать одно – начинать Да, всегда страшновато по первому разуму Можно найти более опытного напарника Можно, собственно, собраться в компании в 3-4 человека Наметить место, где хочется побывать Посмотреть пути, как туда доехать У нас, ребят, студенты, начинают путешествовать со второго курса Почему? Потому что к четвертому курсу они должны быть уже уверенными, скажем так, пользователями своей жизни Чтобы они могли спокойно работать в любом регионе Спокойно, четко знать, что должно лежать в сумке Как себя вести, чтобы, собственно говоря, максимально эффективно добиться успеха в данном месте Но мое первое путешествие самостоятельное было в возрасте 16 лет Не пожалел Чего и вам желаю Антон Анатольевич, благодарю вас за уделенное время За рассказ нашим телезрителям О таком интересном способе путешествий, как джамп Вот, мы хотим пожелать всем новых открытий Замечательных путешествий по этому прекрасному миру Лето – это маленькая жизнь И я думаю, по этому поводу нашему гостю есть что сказать сегодня Настоящему мужчине всех, да, есть что сказать Если он, конечно, настоящий мужчина Нас родители пугают Не ходили бы вы в походы На вас, медведи, покусают И погубит вас природа Вас грабители ограбят И разденут вас до плавок Как вернетесь из похода Вид ваш будет очень жалок Отощавшие, как йоги И оборваны, как хиппи Тонны грязи Принесете, как пойдете Жрать, кричите Не ходили бы вы в походы То для нас такая радость И душа б наша не ныла И душа б не волновалась Ну, а мы бы вас за это только сладеньким кормили Вы бы хлеба не видали На конфетах только жили Ну, а мы, заткнувши уши Чтоб не слышать разговора Соберем своим манатке Чтоб опять податься в горы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok